Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы вернулись на ферму к Дженнифер и Гарри, и в прошлой серии Лили решила серьезно заняться музыкой. И теперь она выступает в нашем небольшом заведении, которое находится в центре города. И что-то мне подсказывает, что если она еще трошки потренируется, то очень скоро будет давать концерты в других заведениях, а также, возможно, в других городах. И, кстати, этим вечером к ней в гости приехал Имран, и мне кажется, что между ними зарождается какое-то чувство. Ребят, как думаете, смогут ли они построить серьезные отношения? Или же останутся друзьями? Напишите в комментариях, а мы с вами посмотрим, чем занимаются другие ребята. Итак, чем занимается Гарри? Гарри решил, что в 11 ночи нужно почистить хлев. Правильно. Зачем отдыхать? Зачем высыпаться? Лучше пойти разбудить ламу, потому что я вижу, что лама не спит. И, кстати, ламу желательно почистить. Желательно почистить не только хлев, но и нашу ламу. Я смотрю, что Дженнифер вот правильно делает. Дженнифер отдыхает. Лили разговаривает с Имраном. Я думаю, что ей сейчас не до сна. Ну, а Палумна... Ну, правильно. Зачем высыпаться? Зачем отдыхать? Завтра нужно в школу. А она решила, что нужно с Алексом поиграть правильно. Она решила полоскать Алекса. А затем она решила вообще заняться обучением. Ну вот, а спать кто будет, дорогая моя? А высыпаться? А отдыхать? У нас же столько дел! И, кстати, у меня появилась одна интересная идейка. Я надеюсь, что вы ее одобрите. Я уже столько смотрю на наш домик и понимаю, что у нас, конечно, здесь очень много свободного места. Ну и нам желательно его чем-то заполнить. А еще я смотрю на нашу кухню и понимаю, что я бы хотела здесь разместить какую-то другую кухню. Все-таки у нас здесь получается такой вот фермерский домик, но я бы хотела его все-таки сделать более современным. И у меня как раз есть очень симпатичные кухоньки, которые впишутся вот в этот вот интерьер. Мне кажется, что смотреться они будут поинтереснее. В общем, я решила, что мы с вами вот эту мебель все продадим. Но продавать мы с вами будем ее у нас в магазине. А здесь разместим новую мебель. И причем я бы хотела использовать мебель из доп. материалов. Мне кажется, что это было бы очень даже здорово. Тем более, что там у меня есть очень интересные варианты. Возможно, мы с вами потом продадим и вот этот вот шкафчик, может быть, вот этот вот столик. Ну, потому что, согласитесь, кстати, надо елку куда-то убрать. У нас уже весна, а елка до сих пор не убрана. Ну, как так можно? Значит, давайте, наверное, прямо сейчас эту кухню и обновим. Я думаю, что вы эту идею обязательно лайком поддержите. Ну, а мы с вами будем вот это вот все перемещать в багаж. Как я вам уже сказала, мы с вами ничего не продаем просто так. То есть, купить-то мы можем, а продавать нет. Продавать мы с вами можем только через наш магазинчик. Я надеюсь, что мы хоть какие-то денежки сможем на вот этой вот кухне заработать. Итак, это мы с вами все переносим, переносим. Это мы тоже переносим. Я вообще... Нет, это мы пока никуда убирать не будем. Я вообще думала о том, что, может быть, нам здесь все трошки по-другому разместить. Но у нас, к сожалению, понимаете, здесь как бы уже сделаны проходы. Нет, я никуда не собираюсь девать. Холодильник, кстати, мы оставим. Он у нас крутой. Плиту я бы хотела, наверное, продать. Это мы с вами тоже продаем. Я не хочу продавать... Это что у нас? Мороженица, по-моему. Да, я не хочу продавать мороженицу. И, кстати, я бы хотела поменять покрытие стен. Хотя, может быть, мы и не будем его пока менять. Ладно, пока трогать его не будем. Давайте посмотрим, что у нас есть интересного из кухонек. Я хочу именно взять вот эти вот сисишные кухни. Мне они очень нравятся. У меня есть разные варианты. И мне вот прям очень понравился вот этот. И, кстати, он смотрится очень даже здорово. По-моему, тут много различных вариантов цветов. Можем взять, например, вот такую вот зеленую. Можно взять желтую. И, кстати, желтая вроде бы очень даже неплохо подходит под вот эту вот плитку. Можно взять вот такую вот бежевую. Но, кстати, вот этот вариант тоже неплохо. Он подходит как раз под вот это вот дерево. Но его будет не видно, поэтому я не знаю, стоит ли его выбирать. Есть, кстати... О! Вот этот мне даже больше нравится. Можно, конечно, взять... Кстати, давайте, наверное, с белым. Знаете, это дерево все-таки мне нравится. Но у нас тут нет такого теплого дерева. Ну, если не брать, конечно, вот этот вот комод. Я думаю, что мы с вами возьмем все-таки вот такой вот светлый вариант. И мне нужна вот такая вот обычная пока столешница. Значит, раз, два. Я вот думаю, может здесь какой-то шкаф разместить. Давайте, может быть, здесь шкаф поставим. Потому что у нас тут такой, знаете... С одной стороны, вроде бы симпатичный уголок можно поставить. Но, не знаю, он мне не очень нравится. Значит, это мы с вами тоже пока в багаж перемещаем. Посмотрим, что у нас с вами есть из шкафчиков. У нас же вроде есть подходящие шкафчики. Скажите, что у нас есть подходящие шкафчики. Фух! Есть! И нам с вами как раз вот такой вот шкафчик и нужен. Я бы взяла вот такой вот шкафчик. Раз, два. Ого, сколько он стоит. И вот здесь у нас будет что-то типа большого каборда. То есть тут можно поставить какие-то тарелки. Ну, а здесь у нас, наверное, будет стоять... Кстати, холодильник. Давайте, наверное, вот этот пылесос переместим вот сюда. Здесь у нас будет стоять холодильник. Здесь у нас будет стоять вот этот вот шкаф. Сюда давайте переставим вот эту вот мороженницу. Тебя мы тоже отправляем вот сюда. Ну, а здесь у нас будет, наверное, плита находиться. А что у нас есть из плит? Давайте глянем. Все, денег нет. Мы с вами плиту даже купить не можем. Можно, конечно, но эту я брать точно не буду. Нет, это нам тоже не подойдет Можно, конечно, вот эту взять Но я бы, честно говоря, лучше взяла бы какую-нибудь вот такую вот поверхность Но, блин, она стоит очень дорого Тогда мы с вами можем не париться Мы можем, в принципе, сделать микс То есть мы можем использовать, например, вот эту вот мебель А, допустим, технику мы можем взять, например, из наших уже классических наборов Далее, что мне нужно Мне нужно взять, наверное, парочку вот таких вот столешниц И мы, наверное, как их разместим? Давайте, наверное, вот здесь как-то в центре Вот здесь, наверное, да? Значит, у нас здесь будет один вот такой вариант Потом так и давайте так Вот, здесь можно пройти, здесь пройти можно Ну и, в принципе, давайте посмотрим Ну, вроде как неплохо Давай сюда Может быть, мы с вами все-таки поменяем цвет Не знаю, он вроде бы и симпатичный, этот светлый Но я бы тогда поменяла, может быть, покрытие Вот, кстати, зеленый неплохой Синий-серый Слушайте, а может быть, синий-серый взять такой? Хотя это такой синий-серый Либо вот такой вот темно-синий По-моему, это темно-синий, если я не ошибаюсь Но тогда надо менять покрытие Давайте темно-синий, ребят Вот хочется почему-то такой вот темно-синий взять Не знаю, у нас все светлое-светлое-светлое А может быть, Дженнифер захотела, чтобы у нас здесь все было темное Будет у нас такая вот яркая кухня Значит, синий-белый Такой вот серебристый холодильник Значит, раз-два-три И тогда нам что нужно? Нам нужна раковина Давайте посмотрим, что у нас есть из раковин симпатичная И недорогое, пожалуйста А у нас есть как раз вот раковина Нет, у нас нет подходящей Ну, можно, конечно, вот эту взять Слушайте, давайте возьмем вот такую раковину Только я ее здесь размещу Ну, а здесь у нас тогда будет поверхность Поверхность мы сейчас с вами Ребята, у нас осталось 800 симолеонов Это как? Это как? Это такое? Давайте уберем раз и возвращаемся У нас есть хоть какая-то? Да У нас здесь вот такая вот плита Мы с вами, наверное, какую? Светлую возьмем И все, и осталось 200 симолеонов, ребят Называется, мы с вами кухню обновили И иду по бачине и в рубачине Я бы хотела поменять, наверное, покрытие Наверное, покрытие все-таки хотя бы здесь На вот этой вот стенке Синее, не знаю Я бы взяла либо... Не хочу Можно взять просто кирпич Вот кирпич, кстати, смотрелся бы неплохо Но я хочу какой-то матовый кирпич Матовый, матовый Вот этот вот, знаете, классический белый Смотрится, в принципе, неплохо Ну, здесь можно, кстати, не менять Мне кажется, или кирпич какой-то кривой Ребят Кривой или нет? По-моему, кривой И затем мы, конечно, здесь еще добавим Еще шкафчики Но пока что грушей нема Поэтому будем возвращаться с вами в игру Мне кажется, что получится круто То есть тут у нас будет сочетание И вот такого вот синего, белого Можно, конечно, потом еще вот такое вот какое-то дерево Может быть, мы и пол поменяем Но пока что хай будет так Ну что, ребят, давайте посмотрим Как же складываются отношения у Полуны с Алексом Как видите, в принципе, очень даже неплохо Она сейчас хочет заняться тренировкой Ну, хорошо, окей, пусть занимается Как дела у Дженнифер? Дженнифер высыпается Она очень сильно устала У нас в прошлой серии было очень-очень-очень много работы Так, выбрасывай Выбрасывай, выбрасывай Ну вот поразбрасывали вот эту вот всю грязь Слушай, а может быть нам сортировать вторсырье? Ну не знаю, надо нам это или нет Кстати, по поводу еще идей Ребята У меня появилась еще одна интересная идейка Во-первых, я хочу куда-то деть вот этот вот преобразователь Но он трошки тут не в тему Давайте его пока что разместим вот здесь У нас все-таки Тут есть много места Это бывший гараж Но теперь это не гараж Это, знаете, такая вот У нас получилась и оранжерея И не оранжерея И здесь у нас Наш Гарри занимается всякими поделками Ну и хай, здесь будет стоять вот этот вот аппарат И что я думаю сделать? Эта комната у нас будет рабочим кабинетом И я хочу, чтобы здесь Наша Лили занималась музыкой То есть, может быть, у нее здесь будет и синтезатор Может быть, еще что-то она будет делать Так, подожди, ты куда пошел? Не надо Не надо выбрасывать мусор Ладно, Лама пока отдыхает Мы ее не будем трогать Пускай он пойдет трошки перекусит Затем вообще желательно, наверное, вот это вот все убрать Слушайте, у нас хоть что-то есть в холодильнике Выбросить испорченную У нас хоть что-нибудь есть? Мы же покупали с вами продукты, да? Ну, смотрите Раз он может приготовить макароны с сыром Давайте попросим его приготовить макароны с сыром Как дела у Лили? Слушайте, а Лили у нас прям такая вся веселая А ты чего бросила? Почему ты им рано бросила? А куда ты ушла вообще? Наблюдать за трюками собаки Видимо, ей не так интересно с имраном проводить время Она решила, лучше пойду посмотрю, чем сестра занимается Кстати, вон там наше пугало Но я смотрю, что у пугало сейчас вообще какие-то свои 24 часа, спасибо большое Я аж только вроде бы играть начала Значит, наши ребята здесь все отдыхают Пугало тоже, видимо, пытается выспаться Только ему трошки мешают вот эти вот вороны Мы с вами должны посмотреть, как у нас тут по растениям Кстати, по поводу растений А у нас есть какие-то крупные культуры? Давайте посмотрим Если у нас что-то есть, это удобрения Удобрения Я бы что-то посадила Мне кажется, что Ой, ребята, а у нас столько фруктов Давайте мы все это сейчас перенесем в холодильник Нам же нужно хоть что-то готовить И нам нужно, чтобы вот эти вот все луковицы полунычки были в холодильнике Значит, у Гарри... Ой, еще грибы были У Гарри я смотрю, что никаких интересных растений нет Может быть, у тебя, моя дорогая, хоть что-нибудь есть Кроме удобрения Удобрения, удобрения Это что? Белое мясо испорчено Ребята, мясо испортилось Да ты что, издеваешься? Я же только ремонт сделала Ну почему, ребята? Почему я только делаю ремонт и у нас... Ну, ребят, ну это издевательство Ну почему? Ну я же только поставила здесь новую мебель Туши, куда ты убежал? Туши свои макароны Это просто какой-то кошмар Ребята, мне кажется, в этом доме точно нельзя делать ремонт Все пропало Все пропало Вы представляете? Мы можем хотя бы, да, заменить поверхность Можем Ребятки, все пропало Вы представляете? Как же обидно Вот прям очень обидно Ладно, бери остатки пищи Кушай сыр Сыр вкусный Значит, Дженнифер, мы с вами опять-таки отправляем спать Ложись отдыхать, ты должна выспаться Потому что с утра ты побежишь в наш магазин Нам нужно продать всю мебель А ты чего тут стоишь? Огонь, да? Я знаю, что пожар Я так понимаю, что Имран решил тоже так бегом-бегом бежать Ложись, пожалуйста, спать А Палумна, наверное, тоже должна отдыхать Потому что если она не выспится, то это будет беда Кстати, после занятий Лили на следующий день Обязательно отправиться в магазинчик Потому что ей нужно будет дальше заниматься музыкой Она, я думаю, что очень воодушевилась Тем более, что у нее было очень много слушателей Не переживай ты, все будет окей Нам бы, конечно, где-то... В смысле ты не добежал? Гарри! Ну, ребят, у нас серия просто начинается с какой-то... С какой-то беды Вытирай! Вы только посмотрите, сколько персонажей собралось возле нашего магазина Пока Гарри отдыхает дома, Дженнифер решила отправиться в наше заведение И вы только посмотрите, сколько здесь персонажей Возможно, они ждут, когда откроется наше заведение Было бы, конечно, очень круто Заходите, заходите У нас тут очень много чего интересного Плюс мы еще новую мебель сейчас выставим И вы все должны у нас сразу же купить Значит, давайте, наверное, вот сюда перенесем прилавок Здесь у нас будет стоять наша маленькая табуретка Это наша табуретка Никому нельзя трогать этот табурет Значит, что мы с вами выставляем? Мы с вами выставляем всю мебель, которая у нас есть Так, это у нас все выставлено Отлично, здесь у нас будет вывеска Давайте, наверное, вот сюда переместим вот эти вот картинки Также у нас есть шикарная плита Покупайте шикарную плиту, вам она понравится Так, вывеска у нас пускай здесь будет Хотя нет, стоп, 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 стоп Вывеска, знаете, где у нас будет? Вывеска у нас будет вот здесь Ну, чтобы они все знали Наверху у нас вкусняшки Далее мы с вами, наверное, еще мойку выставим. Мойку, мойку давайте вот здесь. И нам еще нужно вот эту вот тумбочку куда-то. Раз, два, деть. Давайте, наверное, не так сделаем. Так, стоять. Давайте вот здесь их расставим. Значит, здесь у нас будут наши букетики, ну, когда они будут готовы. А здесь давайте выставим раз, два. Куда тебя деть? Давайте, может быть, может быть, куда, куда. Ну, давайте, ладно, вот здесь разместим. Значит, что у нас? Слушайте, а знаете, как мы можем с вами сделать? Мы сейчас с вами сделаем вообще красиво. Раз у нас тут продается вот эта вот вся мебель, я предлагаю тогда вообще тебя вот сюда. Вот сюда мы переставим табуретку. Давайте тогда здесь, может быть, сейчас такой организуем маленький кухонный уголочек. Знаете, как в мебельных магазинах. Заходишь, а там сразу же вот такой вот пример кухни есть. Ну что, выставляем. Значит, у нас тут сколько должно быть? Пять шкафчиков. Мы еще с вами сверху добавим шкафчики. Мне кажется, будет смотреться прям совсем здорово. И здесь у нас еще один шкафчик. Ладно, хорошо, я передвину вот сюда, сюда и вот сюда. Тогда вот этот значок мы вешаем здесь. Раз, два. Так, куда ты переехал? Потом мы с вами все вернем, конечно, на место. Но пока что можно и так попробовать. Тебя вот сюда. Блин, у нас тут все так странно помещается. Ладно, мы с вами, знаете, как можем сделать? Мы с вами можем тогда вот здесь разместить. Раз, два, три. О, вот так. Это у нас идет сюда, сюда, сюда. Да, и здесь у нас будет, например, раковина. Да, у нас холодильника нет. Холодильник, sorry, уже купили. Все, холодильники закончились. Ищите в других местах. Все. Я думаю, что уже выглядит нормально. Теперь давайте попробуем это все выставить на продажу. Это будет очень смешно, если... Мы не можем их выставить, серьезно? Ребята, мы не можем их выставить. А почему? Ребята, почему мы не можем их выставить? То есть, это мы можем выставить, а почему-то кухню мы не можем? Мы вот это можем выставить. Плиту можем выставить. Вот это можем... А почему мы не можем вот эту мебель выставить? Слушайте, как обидно. Как обидно. Вот прям очень обидно. Хорошо, вот эти мы тоже не можем. Ладно, тогда у меня другое предложение, ребят. Знаете, так обидно мне еще не было. Ладненько, тогда мы с вами можем выставить вот эту вот старую технику тоже на продажу, этот умывальник. Просто прям совсем обидно. Здесь пришлось оставить один шкафчик. Ну, а здесь, смотрите, у нас такая вот уже обновленная кухонька. Значит, мы с вами заходим. Здесь у нас вот эти вот все полочки. Тут можно готовить, тут готовить. Ну, блин, как обидно. Я-то думала, что мы с вами сможем эту мебель выставить на продажу. Вот прям совсем, вот знаете, обломили. Обломали нас с вами. Давай-ка мы тогда будем открывать магазинчик. Я надеюсь, что вот эти вот все ребята сейчас к нам зайдут. Заходите, пожалуйста. У нас столько всего интересного. А почки бонсай у нас есть? Нет, у нас есть ягоды черники. Зачем мне это ягоды черники? Мне нужны почки бонсай. Кстати, можно пойти продать то, что у нас сейчас с вами есть. Либо же можно пойти слушать. Давайте, наверное, букетиками займемся. Я не думаю, что у нас сейчас будет очень много посетителей. Поэтому давайте-ка мы с вами создадим композицию. Понимаете, даже вот этот столик можно выставить на продажу. А кухню, получается, нельзя. Вот прям облом, обломиссимо. Смотрите, у нас есть приятная прохлада. Мы можем ее сейчас сделать. И, в принципе, все остальное мы тоже можем сделать. Но я же хочу делать только из тех растений, которые у нас есть. Так, давай займись, пожалуйста, приятной прохладой. Открываемся. А что у нас с вывеской? Включи, пожалуйста. Все, включаем вывеску. Здесь у нас тоже все работает. Нам нужно будет заняться букетиками. А затем я бы хотела, конечно, еще заняться нашим вот этим вот вторым этажом. Потому что здесь, видите, у нас вроде бы все поразбирали. У нас осталось мало всякой продукции. Поэтому нужно будет обязательно что-нибудь еще сделать. Ну что, как думаете, кто-то из вот этих вот ребят к нам придет? Привет, наш дорогой коллега. А где все остальные? Вот почему они разошлись? Вот я так надеялась, что они сейчас с таким удовольствием... Здрасте. Здравствуйте. Как ваши дела? Агнес, вы не хотите зайти в наш магазинчик? У нас все ведут себя прилично. Прям очень приличные. Прям, да, неприличие приличные. Ладно, эти все гуляют, хай гуляют. Можно, конечно, потом пойти продать часть растений. О, смотрите, она уже уходит. Все, можно теперь себя вести неприлично. Внимание, внимание, вы можете вести себя неприлично. Я так понимаю, что кто-то уже засматривается на нашу старую плиту. Ну, шо поробышь. Иногда нужно вот эти вот вещи продавать. Жалко, ребята, прям капец, как жалко. Ой, нас вкусняшки хотят купить. Я надеюсь, что после занятий у Лили будет настроение приехать и все-таки повыступать. Давайте, наверное, сюда будем отправлять Гарри. Я надеюсь, что он выспался. Он должен был выспаться. О, ему нужно только в душ сходить. Смотри, у нас тут есть трошки вонючий душ. Ну, ты можешь пойти, так знаешь, зажать нос и пойти попробовать помыться. Потому что, ну, видите, у нас тут мушки летают. И иногда дымочек зелененький проскальзывает. Но мы сделаем вид, что мы это ничего с вами не видим. Значит, у нас тут, как видите, уже организовано небольшое концертное местечко. Ну, хочется, конечно, его как-то еще украсить. Но пока я не знаю, как его украсить. Точнее, как. Я-то знаю, как его украсить. Я не знаю, где взять деньги на эти быстрые украшения. Ну что, Дженнифер, как? Подождите, она уже справилась с серией? Вау, молодец. Давай тогда выберем вазу с белыми блестками. И я хочу сразу же выставить вот сюда этот букетик на продажу. Все, перфект. Подходите, покупайте прекрасные букетики. У нас, кстати, ничего нет в холодильнике дома. Поэтому я думаю, что она может сейчас перекусить. Перекусить, быстрый перекус. Допустим, бутербродом. Она пускай перекусит. И затем... Ой, нам нужно здесь поубирать. Все, ты помылся? Будем считать, что ты помылся. Ты сейчас пойдешь все равно пачкаться и делать всякие новые интересные штуки. Поэтому давайте мы попросим Гарри, чтобы он здесь поубирал. Ты почему в одних трусах ходишь? Гарри, ну почему нужно ходить в одних трусах? Я-то надеялась, что он хотя бы переоделся. Он, получается, из дома вышел. Наверное, ему звонит такая Дженнифер. Гарри, мне нужна твоя помощь. Я не могу справиться сама с нашим заведением. Окей, дорогая, уже бегу. И приходит в одних трусах. Прекрасно. Просто прекрасно. Извините, здравствуйте. Вы пришли здесь что-то купить? Я прошу прощения, но мне нужно здесь попшикать, поубирать. И тогда вы сможете все у нас здесь купить. Давайте что-нибудь еще интересное попросим сделать Гарри. Я имею в виду какую-нибудь классную мебель. Только сначала желательно ему переодеться. Пожалуйста. Переоденься знаешь во что? Наверное, переоденься вот в этот вот наряд. Все-таки ты сейчас будешь работать, чтобы не запачкаться. А что ты вообще делал? А, он не доделал барную стойку. Конечно. У нас тут кухня продается. Кухне что нужно? Барная стойка. Обязательно. Я вам говорю 100%. Подожди, подожди, подожди. Ты у нас идешь делать всякие интересные штуки. Мне кажется, что ей нужно сделать, может быть, какие-то консервы. Шоколадный сироп. Из огромных грибов. Из жвачной ягоды. Но у нас ее пока что нет. Давайте из шоколадной ягоды попросим сделать ее всякие вкусняшки. И, кстати, у тебя нет никаких... Значит, у нас есть черничное варенье, яблочное варенье. А больше мы с вами, получается, никакое варенье не делали. Ну, нет, так нет. А у Гарри нет варенья? Нет, у Гарри нет варенья. Вот и все, стихотворение. Ну, нет и нет. Эти пока что все ходят... Слушайте, по-моему, он с девчонками тут флиртует. Что-то мне подсказывает, что Дилан вместо того, чтобы как-то работать и еще что-то... А может быть, он им рассказывает, насколько им нужна эта плита? Девушки, я вижу, что вы здесь нечасто бываете. И знаете, у меня для вас есть одна очень важная новость. Вы знаете, у нас появилась супер-пупер плита Нимбус 3000. Да, это как в Гарри Поттере, только это не метла, это плита. И мне кажется, что она вам точно понравится. Вот смотрите, вот я вижу, что вы очень любите готовить, скорее всего. Вы трошки похожи на белоснежку, вы такая вот наверняка хозяйственная. Поэтому, пожалуйста, купите эту плиту, она вам понравится. Ты же это им сейчас говоришь, надеюсь, Дилан? Я понимаю, что ты на нее глаз положил, но, знаешь, лучше... О, ребята, кто-то что-то хочет купить. Так, давай посмотрим, что он хочет купить. А где наша... Куда ты пошла? Я же попросила ее приготовить. Ладно, сейчас посмотрим, может она где-то пройти не может. Что ты хочешь купить? Купи, пожалуйста. Да ладно, что он плиту пришел покупать? Да ладно, ребят, неужели смогу говорить? Да ладно, представляете? Дилан настолько громко всех уговаривал, что этот чувак услышал и решил такой... Так, тут рассказывают про какую-то крутую плиту. Пойду, наверное, я ее возьму, а то сейчас девчонки заберут и все, и я буду лишен этой крутой плиты. А ты что хочешь купить, Фрэнк? Ты же вроде ничего не собираешься пока покупать. Флиртовать? Не надо. Не надо. Какой выбор? И ты что-то хочешь купить? Ребята, что они хотят купить? У меня здесь ничего не выставлено. И что у нас купили? Пьедестал за 250? Пьедестал за 250. Ну, кстати, неплохо. Мы, по-моему, заплатили меньше за вот эту вот раковину. Ты не можешь пройти? А куда ты хочешь пройти? Я что-то не очень понимаю. Вот это все у меня не... Или мы выставили? А снять с продажи? А почему у меня оно выставлено? Я же снимала. Вы будете смеяться, но я снимала с продажи. Получается, оно почему-то не снялось. Ладно, давай посмотрим. Значит, кто у нас что еще хочет купить? О, все-таки он хочет купить, да? Сто процентов, ребят. Сто процентов кто-то услышал разговор по поводу этой плиты. И я так понимаю, что решил, надо попробовать. Надо обязательно попробовать купить эту плиту, раз она такая классная. Я смотрю, что Гарри закончил барную стойку. Давайте мы, наверное, попросим его сделать... А что мы можем попросить его сделать? Давайте диванчик. Диванчик, я помню, что стоил достаточно дорого. Что ты хочешь купить? Он пошел вниз. Ну, окей. Иди вниз, расскажи нам, что ты хочешь купить. И 470. Вот, ребята, на мой взгляд, за такую старую плиту 470 симолеонов очень даже хороший вариант. Вы обратите внимание, что Лукас хотел купить, получается, плиту, которая стояла у нас в этом самом, на кухне. То есть ему очень хотелось именно вот ту плиту. Вот он увидел, наверное, через окно, такой думает, какая крутая плита. Мне плевать, что на ней сейчас будут что-то вкусное готовить. Я хочу, чтобы у меня была эта плита. Как думаете, за сколько он возьмет? Значит... Ой, качество плохое. Я только хотела сказать, что, может быть, качество у нас хорошее, нам больше денег заплатят. Ну, было бы круто хотя бы 200 симолеонов. Дашь нам 200 симолеонов за вот эту вазочку? Смотри, какая красивая. Какой букет красивый. 172. Ну, ладно. Больше мы тебе ничего предлагать не будем. Окей, он нам ручкой показывает. Не надо мне ничего предлагать. Мы с вами теперь должны здесь разместить барную стойку. Значит, выставляем тебя вот сюда. Прекрасно. Значит, здесь у нас будет стоять вот эта тумбочка. Я не знаю, наверное, она здесь сейчас лишняя. У нас тем более, что вот эти вот есть полки, поэтому можем пока ничего здесь не трогать. Слушайте, а почему у нас мольберт никто не берет? Мольберт же такой классный. Давайте попросим Дженнифер, чтобы она пошла поубирала вот эти вот, наверное, так убрать, убрать. И, наверное, пускай еще что-то приготовит, потому что, блин, ну как-то тут пустовато. А мне не нравится, что здесь так пусто. Вот прям совсем не нравится. Как дела у Гарри? Кстати, уже практически три часа. Я думаю, что через пару часиков мы будем сюда отправлять Лили. Она нам должна помочь с выступлением. Ой, ребята, а чего у нас здесь не прокрашено? А почему у нас тут стенка не того цвета? Кстати, а у нас уже 1600 символионов. На минуточку. Мы с вами работаем пару часиков. И у нас уже много чего успели купить. И это прям совсем здорово. Это прям совсем здорово, потому что если у нас еще купят, например, сегодня вот этот вот склеп, если купят мольберты и стульчик, ну, знаете, пара тысяч у нас будет. И мы хотя бы сможем сделать ремонт, доделать ремонт. Ладно, скажем так. Все, ты поубирала? Молодец. Здравствуйте, Кристал. Вы не хотите у нас что-то купить сейчас? Ответь на ее вопросы. И затем мы с тобой пойдем приготовим консервы. Не хочу. Давайте мы, наверное, с вами сейчас пообедать. Это нам тоже не надо. Давайте мы с вами готовить печь. Давайте мы с вами попробуем сейчас испечь сырный хлеб. О, это наверняка очень и очень вкусно. Куда ты пошла? Прекрасно. Она села всем рассказывать про наше маленькое уютное заведение. Кстати, может быть, у нас с вами будет еще и третий этаж. Я пока не уверена, но в планах у меня еще есть кое-что интересное, но я вам пока не расскажу. Пока что это только в планах. Вы не поверите, но Дилан все еще общается с этими барышнями. И он ни одной из них не может уговорить купить какой-нибудь стульчик или мольберт. Дилан, пожалуйста, ну хоть кого-нибудь уговори купить что-нибудь из нашего магазина. И, кстати, Лили уже приехала в наше заведение. Я думаю, что она сейчас ходит в туалет и отправится на второй этаж. Я думаю, она с удовольствием сейчас играет какую-нибудь песню. И, кстати, Гарри практически доделал еще одно изделие. Вот пускай он сейчас закончит этот вот диванчик. И затем мы с вами выставим его куда? А мы с вами можем выставить его, например, вот этот стул мы переставим сюда. А здесь у нас будет стоять диванчик. Я думаю, что идея просто бимба. Значит, Дженнифер, ты куда? Ты куда пошла? Я попросила. А, она уже хлеб приготовила. Кстати, вы будете смеяться. Оказывается, наша Дженнифер не любит выпечку. То есть она как бы любит готовить, а вот выпечку она не любит. Ладно, давай выставим ее тоже на продажу. Значит, здесь у нас что-то, по-моему, запачкалось. Займись, пожалуйста, вот этой витриной. А мы с вами посмотрим, как дела у Лили. Видите, она трошки напряженная. Видимо, в школе были какие-то, наверное, сложные уроки. Давайте мы ее попросим сейчас, может быть, поболтать с нашими посетителями. Вот, например, ты можешь поговорить. Поприветствуй покупателя. Поговори, наверное, с Диланом. А, Дилан решил... Все, не буду я разговаривать с теми барышнями. Я лучше пойду и поговорю трошки с Дженнифер. Действительно. У меня же больше никаких других обязанностей нет. Смотри, сколько здесь посетителей. Посмотри, сколько... Вау, смотрите, какой крутой наряд. Это кто? Это Макс Сейлор. Посмотрите, какой у него крутой, яркий наряд. Ну что, моя дорогая, тебе нужно сейчас поговорить с посетителями. Может быть, ты с кем-то сможешь поближе познакомиться, завести друзей новых. И заодно я бы хотела, конечно, чтобы Дженнифер, наверное, еще что-нибудь приготовила. Потому что нас, в принципе, достаточно часто покупают различные интересные вкусняшки. Давайте, пускай она приготовит казинаки. Посмотрим, как дела у Гарри. Гарри молодец, ребят. Гарри как раз закончил делать еще один предмет. И этот диванчик мы с вами сейчас поставим вот здесь. Как я и говорила, вот этот стульчик. Ну вот здесь поставим. Слушайте, давайте стул вот здесь, вот прямо в центре. Пусть все видят. Вот заходят и сразу видят этот стул. О, этот стул, наверное, какой-то очень классный раз он выставлен прямо в центре. На продажу. Все? Выставили на продажу? Выставили. Значит, Гарри может пока трошки передохнуть. Слушай, поговори с Элисон. Может быть, ты сможешь Элисону говорить что-то купить? Потому что, ну почему-то у Дилана это не выходит. Дилан почему-то не хочет никого уговаривать. Какой выбор? О, у нас уже кто-то что-то хочет купить. Трэвис, давай мы с тобой поговорим. Давай пообщаемся. Нет, давай веселые действия. Шутить. Расскажи забавную историю. Расскажи ему, пожалуйста. Расскажи забавную историю. Заодно сможешь себе поднять настроение. Ну, мы посмотрим, как дела у Дженнифер. Дженнифер готовит. Слушайте, она умница. Она такая молодец. Подождите, да ладно. Гарри смог уговорить ее что-то купить? Серьезно? То есть, только Гарри... Подождите, ребят. Что нам с вами делать? Давайте попросим Лили. Пускай она сейчас поможет с вот этим вот стульчиком. Наконец-то. То есть, стул нужно было выставить прямо в центре, чтобы наконец-то его хоть кто-то заметил. Вы понимаете? Я уж думала, что этот стул никто не купит. По-моему, у нас серии 2 никто этот стул не покупал, а тут поставили в центре. И все, у нас уже есть покупатель. Да, я надеюсь, что ты хочешь стул купить. Не фотографию, а то мало ли ты решил попойстать. Кстати, по-моему, мы с вами неправильно поставили. Так, за 58 майонез у нас купили. Окей. Надо развернуть. Три шестьсот, ребята. Три шестьсот, вы представляете? Нам нужно развернуть вот эту полку. Обалдеть. Ребята, три шестьсот. Три шестьсот. Слушай, скушай, пожалуйста, казинак. Мы остальные сейчас выставим на продажу. Ребята, нам нужно больше таких стульев. Три шестьсот, вы представляете? Так, давай-ка мы с тобой сейчас делаем... Нет, это нас с вами не интересует. Никакие унитазы, не-не-не-не-не. Мебель. Где вот эти крутые стулья? Стулья, стулья, стулья. Вот. Стул. За сто восемьдесят семиллионов, ребят. А получаем три шестьсот, вы представляете? Лили должна перекусить, потому что я бы хотела ее попросить отдохнуть. И затем, наверное, через часик-два она здесь даст небольшой концерт. У нас с собой, как всегда, есть гитара. Вот, видите? Молодец. Она сразу же пошла отдыхать туда, куда нужно. Стоять. Какая энергичная уборка. Нет, нет, нет. Нам убирать не надо. Нам нужно выставить на продажу. Ну, смотрите, у нас здесь достаточно много уже всяких вкусняшек. Я думаю, что пока что наша Дженнифер может отдохнуть. А затем... Ты еще и хочешь душ принять? А затем, я думаю, что она может, например, сделать какой-нибудь букетик. То есть вы видите, что у нас посетители, ну, в принципе, то букетики берут, то какие-то вкусняшки, то мебель. И это, конечно, очень и очень круто. Ребят, вы представляете? Гарри недавно закончил делать вот этот вот стульчик. И уже появился покупатель. Я надеюсь, что он как раз вот этот стул присмотрел. Потому что если он присмотрел вот эти вот фотографии, то я трошки расстроюсь. Возьмите вот этот стул. Вам он понравится. Вам он 100% понравится. Да-да, заверните мне, пожалуйста, стул. И, пожалуйста, вот этот вот диванчик. Мне нужно сразу два предмета мебели. А ну-ка, 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 ребят, как думаете? Диванчик или... Фух, ребят, я уже думала, что он сейчас вообще действительно подойдет к фотографиям. Потому что чувак сначала стоял вот здесь. Потом он развернулся, подошел сюда. И я еще думаю, что он хочет купить. В смысле он не выставлен на продажу? Ты что? Я же выставляла. Я же точно помню, что выставляли вот это на продажу. Кстати, у нас кто-то что-то еще хочет купить, если я не ошибаюсь. Так, кто у нас что хочет купить? Ну, давай посмотрим. Обслужи, пожалуйста. Ну, а наша Лили уже отправилась выступать. У нас сегодня ночные концерты получаются. Надеюсь, что она успеет. Потому что, кстати, диванчик у нас уже хотели купить. Но, как обычно, мы не успели добежать. И понятное дело, что его никто не купил. Так, посмотрим, что у нас внизу происходит. Внизу я вроде как никого больше не вижу. Нужно будет убрать вот эту вот табличку. Я так понимаю, что у нас персонажи приходят либо рано утром и проводят время у нас до глубокой ночи. Либо они приходят ночью и проводят здесь время до утра. Я думаю, что мы с вами скоро будем все-таки закрываться. Давайте посмотрим, сколько мы смогли заработать. Шесть девятьсот, ребята! Шесть девятьсот, а это значит, что мы с вами сможем все-таки на нашей кухне навести хоть какой-то порядок. Ты не хочешь купить вот этот? Точно, Лукас! Тебе срочно нужен вот этот стул! Купи вот этот стул! Поприветствуем сейчас тебя! Этот стул тебе очень нужен! Посмотри, какая красота! Его только сделали! Тебе он сто процентов понравится! Как думаете, понравится или нет? О, ребята, у нас тут близраки! И даже не в калидоре! Бетти, ты же пугаешь здесь всех! Бетти, может не надо пугать наших посетителей? Кстати, мы с вами Гарри уже должны отправлять домой. Он очень сильно устал. А, кстати, нашу Лили уже, как вы видите, стоят некоторые посетители и слушают. Вот, видите? Он сел и слушает, как выступает наша Лили. Мне кажется, что это очень и очень даже круто. Да, понятное дело, что пока что много денег она не зарабатывает. Но, знаете, с чего-то же нужно начинать. И у нас здесь получается живая музыка в магазине. Ну что, ребята, давайте посмотрим, что у нас с вами еще купят. И затем будем отправляться домой. Ну что, за сегодня наши ребята смогли заработать 6500 симолеонов. Я перевела их уже на наш счет. И сейчас мы с вами должны отправить Дженнифер в душ. Отправляйся, пожалуйста. Давайте посмотрим, как дела у Лили. Лили очень сильно устала, и она хочет кушать. Поэтому мы должны будем попросить Дженнифер, чтобы она что-то сейчас приготовила после того, как она сходит в душ. Как дела у Палумны? Палумна выспалась. И давайте мы ее, наверное, попросим, пускай она сейчас займется Алексом. Вы можете пойти и, например, продолжить обучение. Перевернуться. Вот. Занимайся, пожалуйста, Алексом. Кстати, мне кажется, хорошая идея как-нибудь отправиться с ним на выставку. Как думаете? Может быть, стоит? Ну, а мы с вами должны сейчас... Подождите. Мы с вами должны сейчас счета оплатить. Точно. Нам же пришли счета. Как дела у Гарри? У Гарри все прекрасно. Ему, кстати, тоже желательно сходить в душ. Пожалуйста, оплати. 4 400, ребята. 4 400. У нас просто, по-моему, воду отключили. Давай-ка ты спускайся вниз. Мы должны сейчас с вами оплатить счета. Как думаете, дешевле будет купить новые, наверное, да? 500. Ну, дайте. Сейчас будет стоить ноль. Продаем, продаем. И нас тогда интересуют точно такие же. Значит, раз, два. Прекрасно. И теперь давайте, наверное, купим вот такие вот кабинет. Только нас интересуют не такие большие. А, наверное, возьмем раз. Потом возьмем... Хорошо, что хоть 340. Ребята, деньги разлетаются! Стоп, тогда они такие. А тогда мы с вами... Они маленькие такие, да? То есть, если мы здесь сейчас захотим добавить, то они будут выглядеть трошки странно. Или нет? Или да? Нет, хай будут вот такие. Значит, мы с вами возвращаем вот сюда плиту. Не, мне не нравится такой вариант. Неа. Давайте лучше возьмем обычные, классические вот такие вот. Раз, два. И между ними будет вот такая вот поменьше. Прекрасно. Три. Значит, здесь у нас будет плита. Здесь у нас будет раковина. Стоп, а давайте вот так тогда. И раковина хай будет вот здесь. Нет, мне раковина здесь больше нравится. Все. Я думаю, что пока что, в принципе, нам такая кухня подойдет. Но, блин, она стоит так дорого. А может быть, мы еще сможем какие-то денежки перевезти? 340. Я просто хочу купить хоть какую-то вытяжку. Ребят, хоть какую-то вытяжку я могу взять? 150. Кстати, ребят, смотрите, какая стильная вытяжка. Можно взять вообще вот такую. Ну, не знаю насчет такой. Можно взять вот такую, но это мне тоже не очень нравится. Вот эта еще есть. Ну, нет, это мне не нравится. Слушайте, 200 или вот такую за 150. Она у нас как раз есть такая вот серебристая. Можем вот здесь ее, например. Или лучше вровень. Вот так. Давайте вот так вот разместим. Ну, и, в принципе, смотрите, у нас остается 77 симолеонов. Но, блин, кухня-то выглядит уже неплохо. Согласитесь, уже неплохо выглядит. Да, холодильник у нас пока что здесь. Слушайте, а может быть, нам холодильник встроить вот сюда? А давайте попробуем. Так, мы тебя просто переместим. Тебя мы тоже перемещаем. Может быть, здесь такой вот, знаете, а-ля встроенный холодильник разместить? А если попробовать, получится? Слушайте, ну, по-моему, выглядит неплохо. Практически встроенный. Давайте посмотрим, можно ли будет с ним как-то взаимодействовать. Если можно, то это будет просто супер. Возьми остатки пищи. Как думаете, сможет? Если сможет, то я буду просто в восторге. Давай, бери остатки пищи. Берешь? Да, ребята! Смотрите, у нас получается практически встроенный холодильник. Осталось куда-то убрать, наверное, вот эту вот столешницу, потому что она нам сейчас не нужна. И все супер! У нас получается достаточно стильная кухня, на мой взгляд. Да, потом мы поменяем вот это вот покрытие, потому что мне кажется, что здесь можно, например, или дерево взять, или просто какие-то светлые стены. Но в целом мне очень нравится, какой у нас получается кухня. Ну что, ребят, в этой серии мы с вами попытались заработать денежки. Мы с вами попытались обновить нашу кухню, и у нас все закончилось пожаром. Только обновили, и сразу же пожар. Что будет дальше, мы с вами узнаем уже в следующей серии. И не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok